Дело в том, что часто специалистам по искусственному интеллекту приходится слышать такие утверждения, как искусственный интеллект не может быть создан, пока не будет понят интеллект естественный. Иногда, собственно, специалисты по искусственному интеллекту и сами такое говорят. Иногда можно слышать, что естественный интеллект такой сложный или обладает такими сложными феноменами, как самосознание, которые нельзя воспроизвести на компьютере. Но мы об этом говорить не будем. Мы зайдем с другой стороны. А вот насколько, в общем-то, можно понять естественный интеллект, не создав искусственный. Вообще, то, что я буду говорить, я сам не совсем согласен, но мне кажется, что такая точка зрения должна быть достаточно интересной. Итак, вообще в среде нейрофизиологов, специалистов по естественному интеллекту тоже есть свои отщепенцы. Как и в среде специалистов по искусственному интеллекту некоторые не считают возможным создание искусственного интеллекта без понимания естественного. А вот лет 40 назад на одной крупной конференции по нейрофизиологии один известный нейрофизиолог спросил. Представьте себе, что вот мы взяли и забросили компьютер на Марс, а марсиане начали изучать этот компьютер теми средствами, которыми мы изучаем мозг. То есть будут брать электроды, тыкать в разные контакты и смотреть, как сигналы на этих контактах между собой соотносятся. Тогда это был абстрактный мыслительный эксперимент, а вот недавно в этом году вышла такая весьма спорная статья, где некоторые нейрофизиологи, скооперировавшиеся со специалистами по компьютерным наукам, фактически провели такой эксперимент. Конечно, Марсиан они нигде не нашли, но они взяли эмулятор конкретного процессора для игр Atari, на котором запускалась конкретная игра. Там две разные игры, кажется, были, одна Space Invaders. И они воспользовались самыми современными нейрофизиологическими методиками, как бы в надежде на то, что удастся что-то извлечь из вот той информации, которую обычно получают нейрофизиологи, исследуя мозг, о этом процессоре, о том, какая программа на нем работает и так далее. Ну, естественно, они бы не проводили это исследование, если бы надеялись на успех, наверное. Естественно, их исследование привело к выводу о том, что, используя современные нейрофизиологические методики, понять, как работает даже простой весьма процессор, что уж говорить о мозге, невозможно. Они сделали вывод, что мы не можем понять мозг до того момента, как мы не можем понять мозг. Звучит несколько тавтологично, но можно в этом увидеть следующий смысл. Те, кто занимаются естественным интеллектом, пытаются описать его работу на основе того понятийного аппарата, который к данному моменту сформирован. Пока не было понятия алгоритма, никто и не описывал работу мозга как алгоритмы по обработке информации. Поэтому пока нет какого-то конкретного понятийного аппарата, достаточного для понимания принципов работы мозга, крайне проблематично описать его работу в нужных терминах. Статья, конечно, несколько спорная в том плане, что они взяли цифровой процессор и стали его исследовать, который достаточно сильно по своей архитектуре отличается от биологического мозга. Но давайте возьмем что-нибудь более близкое. Давайте возьмем что-нибудь близкое к мозгу. Это очень-очень простая модель. Здесь есть просто вектор наблюдаемых переменных и вектор скрытых переменных, латентных состояний, которые связаны с самой простейшей статистической зависимостью между собой. И дальше, используя правила Байесовского вывода, выполняя маргинализацию по скрытым переменным, используя градиентный спуск для оптимизации совместного распределения вероятности и все такое прочее, мы можем получить какую-то работающую модель. Вот возникает вопрос, а где здесь нейроны? На самом деле это вот такая простенькая модель, где у нас есть ряд нейрончиков, соответствующих наблюдаемому состоянию, и ряд нейрончиков, соответствующих скрытому состоянию. Вот давайте представим себе, что мы нейрофизиологам даем даже не цифровой процессор, а просто простенькую искусственную нейросеть, которая гораздо проще, чем биологические нейросети, о которой мы знаем, как она работает. И вот возникает вопрос, смогут ли они вывести вот эти вот формулы, исходя из исследования работы такой нейросети. Возникают очень большие сомнения, хотя эти формулы еще, может быть, и могут. Но если взять чуть более сложную сеть, скажем, какие-нибудь вариационные автоэнкодеры, где минимизируется дивергенция кульбека, лейблера и все такое прочее, то если у них нет понятия о таких принципах оптимизации каких-то величин, то выявить эти принципы, исходя из исследования таких нейросетей, представляется достаточно-достаточно сложным. Поэтому мне кажется, что все-таки нам нужно, ну даже не то, чтобы сначала создавать искусственный интеллект, но исследования в области искусственного интеллекта скорее идут чуть-чуть впереди, чем исследования естественного интеллекта, они могут инспирироваться как-то результатами из нейрофизиологии, из когнитивной психологии. Но, собственно, вот даже если брать искусственные нейронные сети, которые вроде как относятся к биологии, на самом деле они давно никакого отношения к естественным нейронам не имеют. Есть, конечно, биологически правдоподобные нейронные сети, но пока с их использованием не удается достичь таких практических результатов, как с сугубо искусственными нейронными сетями, которые давно уже не нейросети, а какие-то вероятностные генеративные дискриминантные модели. В этой связи возникает вопрос, а как можно создавать искусственный интеллект, если мы не знаем, что это такое? Ну вот давайте проведем следующую аналогию. Все аналогии, конечно, ложные, но все-таки из них что-то можно извлечь. Давайте представим себе, что естественный интеллект — это фотосинтез, а искусственный интеллект — это солнечная батарея. Зададимся вопросом, осуществляет ли солнечная батарея фотосинтез? Если мы будем определять фотосинтез как процесс преобразования энергии света в энергию химических связей, органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фонтосинтетических пигментов, то, конечно, нет. Но, в общем-то, можно задать вопрос, а надо ли нам, чтобы солнечная батарея осуществляла фотосинтез? В общем-то, если не брать какие-то очень специфические задачи, то, наверное, не надо. Скажем, лист растения в открытом космосе вряд ли выживет, и нам, собственно, не нужно, чтобы солнечная батарея использовала органические вещества, автотрофы, фотосинтетические пигменты и так далее. Нам надо только, чтобы выполнялась первая часть данного определения, процесс преобразования энергии света в некоторую удобную для использования форму энергии. В этом смысле фотосинтез, выполняемый листьями растений, ничем не отличается от того процесса, который выполняется солнечными батареями. Соответственно, вопрос, насколько узко понимать интеллект. Если мы понимаем интеллект как некий конкретный биологический процесс, который использует конкретные, может быть, даже химические вещества или какие-то, может быть, даже физические процессы, как некоторые ученые считают, типа Пенроуза, что в мозгу используются хитрые квантово-механические процессы или еще что-то туда, интеллект невозможен на базе компьютеров. Но, в общем-то, нам такой интеллект не очень нужен. Возникает вопрос, а что же нам тогда нужно? То есть основной момент, от которого мы должны отталкиваться, это что мы, собственно, хотим создать. Не что такое интеллект, это, наверное, второй вопрос, а что мы хотим создать. Мы же не хотим создать фотосинтез. Мы хотим создать солнечные батареи. Вот что мы от них хотим? Давайте посмотрим на какой-нибудь конкретный показательный пример. Скажем, Альфаго. Все слышали про Альфаго, которое выиграло у одного из сильнейших игроков в мире, у Лисидоля, в эту древнюю и долгое время являвшуюся крайне сложной для компьютера игру. Замечательно. То есть это было очень значимое достижение. О значимости этого достижения можно отдельно долго говорить. Ну вот давайте зададимся вопросом. Вот мы здесь видим человека. Человека, испытывающего эмоции, осознающего, что сейчас он проиграет. Вот мы не признаем за Альфаго право быть полноценным искусственным интеллектом, потому что Альфаго не радуется победе, не сочувствует человеку или по какой-то другой причине. Я думаю, что многие со мной согласятся, что создание таких машин, которые будут обладать какими-нибудь субъективными переживаниями, самосознанием и прочее, является не первоочередной нашей целью. Может быть, это будет побочным продуктом, если, скажем, самосознание является необходимым фактором для достижения нужной нам функциональности. А что же нам не хватает? Вот если мы посмотрим на разные решения, которые побеждают людей в очень сложных играх, там в Го, в Джоапарде, которые лучше человека могут играть в настольный теннис или пока еще не лучше человека, но все-таки уже хоть как-то могут управлять автомобилем. Что нас не устраивает во всех этих решениях? Не устраивает нас то, что это разные решения, что это разные программы, разные системы, которые специализированы под конкретную задачу. И как только возникает какая-то новая задача, нам приходится создавать новую систему. Ну, если совсем так утрированно говорить, если бы у нас был компьютер, который сам бы мог разрабатывать решения для каждой конкретной задачи, то нам бы этого было, в принципе, достаточно, по крайней мере, на данном этапе, чтобы считать, что цель создания искусственного интеллекта достигнута. Соответственно, вот эта проблема, то, что разные системы необходимо разрабатывать для решения разных задач, она на самом деле была известна, в общем-то, на протяжении всей области существования искусственного интеллекта. В начале существования этой области, когда одна из наиболее продвинутых таких парадигм была эвристическое программирование, там тоже высказывалась критика о том, что это не искусственный интеллект, потому что нам приходится программировать компьютер каждый раз для того, чтобы он играл в соответствующую игру, и даже если мы его запрограммируем играть в тысячу игр, это не поможет ему играть в тысячу первую игру. Поэтому разрабатывались такие вещи, как общий решатель задач и так далее. Но тогда не было возможности решить эту проблему в достаточной мере. Энтузиазм сменился, в общем-то, очень осторожным отношением к этой цели, и до недавнего времени о возможности создания мыслящих машин предпочиталось в приличном обществе не говорить. Однако последние 10 лет развивается сейчас такая область, как общий искусственный интеллект, который и ставит своей задачу создание таких систем, которые бы смогли решать все задачи, пусть и не на самом высоком уровне. То есть в рамках общего искусственного интеллекта неформальное определение понятия интеллекта дается как способность агента успешно действовать в широком диапазоне сред. Ну там дальше можно уточнять, что значит успешно действовать, что значит широкий диапазон сред. И на самом деле в рамках общего искусственного интеллекта дается даже математическое определение данному неформальному определению, в рамках которого в качестве широкого диапазона сред берется все возможные среды, которые только можно представить и вычислить. Ну и собственно рассматривается средняя награда, которую агент получает в этих средах. Это называется величиной универсального алгоритмического интеллекта. По аналогии с коэффициентом универсального алгоритмического интеллекта или просто коэффициентом универсального интеллекта, по аналогии с обычным коэффициентом интеллекта, который на самом деле данной формулой очень и очень хорошо обобщается. Ну дальше конечно возникает вопрос, да, не только вопрос возникает, помимо того, что есть вот такая абстрактная формула, есть на самом деле сейчас и много практических тестов, направленных на выявление уровня именно общего интеллекта компьютеров. Для этого создаются разные фреймворки, наборы сред, в рамках которых один и тот же агент тестируется на самых разных задачах. Это и классические уже сейчас состязания, такие как General Game Plane, когда компьютер должен играть в неизвестную для него заранее игру и дается лишь описание этой игры. Автоматическое машинное обучение, где опять же мы не создаем систему под конкретную выборку данных, а система должна быть способна решать задачи, обучаться на произвольных выборках данных. Ну и сейчас в последнее время появляются такие состязания и среды для обучения с подкреплением, где агент может играть в самые разные игры или функционировать в самых разных средах, о которых он заранее ничего не знает и по успешности его функционирования в этих средах оценивается, собственно, его уровень интеллектуальности. Естественно, возникает вопрос, а как достигать такой общности систем искусственного интеллекта. На это у нас времени, к счастью, нет, потому что вопрос очень сложный. Но если говорить очень кратко, то в области общего искусственного интеллекта есть две стандартных направления. Это когнитивные архитектуры и, собственно, универсальный алгоритмический интеллект, которые с абсолютно разных сторон подходят к этой проблеме, но, тем не менее, двигаются к одной и той же цели. Кроме того, в последнее время наблюдается и тенденция делать узкие системы все более и более универсальными. Например, если брать те же самые нейронные сети, в частности, сети глубокого обучения, которые сейчас очень широко и успешно используются в самых разных задачах, то можно увидеть самые такие очень хорошо соответствующие духу общего искусственного интеллекта тенденции. Например, нейронный дифференцируемый компьютер предназначен для обучения алгоритмам. То есть, что это означает? Это означает, что он любую среду, в принципе, может промоделировать, выучить те законы, по которым она работает. До этого искусственные нейронные сети были гораздо более ограниченными. И такой универсальный компьютер фактически может обучаться решать самые разные задачи, уже и алгоритмические. Скажем, поиск кратчайшего пути на графе или ответы на какие-то вопросы в логическом стиле или в стиле извлечения из баз данных. В области глубокого обучения также очень заметна тенденция в сторону трансферного обучения. То есть, опять же, мы пытаемся создать систему, не которая решает одну задачу или, по крайней мере, обучается решать одну задачу, а которая обучается решать сразу много задач. И существуют сейчас такие системы, которые представляют собой объединение множества нейросетей и сеть такими квазиэволюционными алгоритмами, интегриальная такая сеть, строит решение индивидуальных задач, как некоторые пути вдоль этих объединенных блоков нейросетей. И учатся, соответственно, переиспользовать блоки, которые были обучены для одних задач в других задачах. То есть, это, опять же, движение в сторону общего искусственного интеллекта. Очень широко, опять же, в узкой среде разрабатывается проблема мета-обучения, обучение алгоритмам обучения. То есть, берется одна нейросеть, которая учится учить другую нейросеть. И, опять же, видно, что это оказывается очень общим решением, гораздо более общим, чем индивидуальные нейронные сети. Почему? Потому что, если мы берем просто сеть глубокого обучения, нам под каждую задачу приходится все-таки вручную разрабатывать архитектуру, подстраивать архитектуру, чтобы нейронная сеть успешно решала эту задачу. Здесь же сеть обучается учиться. Она способна обучаться гораздо большему числу задач, решению гораздо большего числа задач, без вмешательства человека. Да, тут, кстати, интересный момент заключается в том, что, опять же, как я говорил, нейросети на самом деле давно уже никакие нейросети. Это сейчас часто реализуется в виде некоторых графов вычислений, которые передают между своими узлами тензоры. В общем-то, эти тензоры являются такими виртуальными активностями нейронов. Любопытно то, что некоторые нейрофизиологи сейчас активно продвигают идею о том, что коннектом — это на самом деле гиперграф. И вот мусолят эту идею, хотя на самом деле в области общего искусственного интеллекта, и в области когнитивных архитектур, и в области глубокого обучения такие гиперграфы уже не просто имеются как концепция, а давно используются на практике. Поэтому нейрофизиологи опять же здесь очень-очень сильно отстают от области искусственного интеллекта. В области прикладного искусственного интеллекта есть далеко не только глубокое обучение. Также очень развит вероятностный подход, вероятностные модели. И если в 80-х, 90-х годах это были вероятностные графические модели, там разные байесовские сети, марковские поля и так далее. Потом это в начале 2000-х годов стали случайные гауссовые процессы, не параметрические байесовские модели. То есть это все идет в область расширения того набора сред, в которых это все может функционировать. То сейчас это так называемое вероятностное программирование. Опять же мы создаем такие системы, которые могут представлять решение любой задачи. То есть мы можем создать такую модель, которая описывает любую среду. И дело за малым, сделать это просто достаточно эффективным образом. Скажем, в рамках вероятностного программирования решение таких задач, как распознавание капчи или детектирование дорожной разметки выражается там в паре десятков строк кода. И создаются сейчас уже системы вероятностного программирования, которые сами обучаются этим алгоритмам. То есть опять же идет явное движение в сторону общего искусственного интеллекта. Создаются системы, которые способны обучаться самостоятельно решать произвольные задачи. Более того, если попытаться охватить все достижения в этой области целиком, то видно, что есть тенденция к синтезу решений, полученных в разных областях. Скажем, над библиотекой глубокого обучения TensorFlow есть надстройка вероятностного программирования, которая позволяет строить гораздо более выразительные модели. И наоборот, в рамках вероятностного программирования есть такие работы, которые компилируют вероятностную программу в сеть глубокого обучения, тем самым достигая большой эффективности. Есть нейросети, которые представляют собой, по сути дела, когнитивные архитектуры и так далее. То есть все эти области, они крутятся вокруг какой-то такой центральной суровой проблемы и постепенно-постепенно сближаются, что свидетельствует о том, что эта центральная проблема в принципе не то, что может быть близка к разрешению, но по крайней мере мы движемся в нужном направлении. Ну, собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.